Если бы не матушка, я бы сейчас уже или в тюрьме бы сидел и так далее. Она так заборется в моем духовном спасении, наверное, только Господь Бог больше заборется в моем духовном спасении. Впрочем, и я тоже всегда стараюсь подмечать ее грешки, чтобы она также, естественно, спаслась. Мы только ради этого подмечаем, конечно же. Но смотрите, как пишет апостол Павел, который, ну, он везунчик, он не был женатый, но он пишет. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но как можно духовно развиваться и при этом не любить ближнего? Наше духовное развитие напрямую связано с заповедью о любви. И понятно, что чем ближе к нам человек, тем, то есть, в первую очередь, к нему мы должны проявлять свою любовь. Да, Христос говорит, враги ваши, домашние ваши. К ближним проявлять любовь сложнее, чем к тем, которые нас не знают. Те, которые нас не знают, они, во-первых, с нами не живут. И, конечно, получается как? Ты им помог, они тебе там спасибо, все такое. А когда бывает ближнему помог, там жене, папе, маме, бывает даже и спасибо не скажут. Ну и в этом, наверное, и самый подвиг, и самая радость духовная, потому что награда будет на небе. Так что, друзья мои, собственно, начинаем мы именно с домашних. И даже вам приведу пример, когда люди хотят начать заняться благотворительностью. Предположим, приходит волонтер и говорит, отец Павел, вот я знаю, у тебя есть благотворительная группа, я хочу быть волонтером. Что мы у него спрашиваем? Мы спрашиваем, а есть ли у тебя бабушка, может быть, твоя родная, которая нуждается в помощи? Он говорит, да, есть. Он говорит, до свидания. Мы тебя не принимаем, потому что сначала ты помогаешь своим, а потом уже, когда всем своим помог, помогаешь чужим. Кстати, это же касается и милостыни. Сначала своим помогаем, а потом уже остальным. Так что, если ты вступил на путь брака, извини, ты или сам сделал это предложение, или ты на это предложение согласилась. Если ты вступил на этот путь брака, ну, вот и живи на нем. А те, которые счастливчики, посвятились полностью Богу, пусть радуются.